вот это самый маленький квадрат и здесь вот у меня есть такой замечательный такая картинка из квадрат все нарисованные даже если они не очень похожи на квадрат все равно я хотел нарисовать квадрат а в книжке разумеется точная картинка там все они квадраты здесь сторона равна единице требуется найти длину стороны самого большого квадрата давайте и обозначить да пожалуйста то есть хотя нам и нужно найти ту величину но обозначили буквы мы другой да и квадрат за и на стране этого квадрата x плюс 1 сторона этого квадрата x плюс 2 сторона самого большого квадрата x плюс 3 еще еще большой квадрат но можно определить по из это две стороны этих квадратов минус один на самом деле даже еще легче если вы посмотрите вот этот вот отверстие x это тоже x значит вот этот это x минус 1 для того чтобы найти вот эту сторону надо из числа x плюс 3 вычесть число x минус 1 что получится х минус x это ноли И получается, со стороны этого квадрата 4, этого 5, этого 6 и этого 7. Величай, спасибо. Значит, если вы хотите нарисовать в цитраде точный чертеж, то должны сделать так. Вот это 4, это 7 и, соответственно, это 6. Ну и дальше уже все легко считается. 5, 2, это 4. И здесь, естественно, тоже 4. Следующая задача нисколько не сложнее. Только там точные размеры не даны, а рассказывается о таком забавном дефекте. То есть, если составить из квадратов такую вот картинку, значит, взять какой-то достаточно большой квадрат. Дальше здесь нарисовать такой вот маленький. Здесь взять квадрат. Дальше здесь вот взять тоже квадрат. не обязательно, чтобы этот квадрат был на одном уровне. То есть, смотрите, в предыдущей задаче здесь была прямая линия. И поэтому все размеры однозначно удалось вычислить. А вот в этой задаче неизвестно, какое здесь расстояние. Но по-прежнему известен вот этот вот отрезок. Это все квадраты. У внутреннего сторона равна единице. Требуется найти сторону такого квадрата. А у квадрата все стороны одинаковые. Поэтому какую, несущественную. Более того, ответ мы уже знаем из предыдущей задачи. Какой ответ? Нет, не семь. Четыре. Четыре. Вот она. Картинка весь четыре. Так что ответ мы знаем. Да? Вот эта сторона будет x. Это будет y. Нет, y не так пишется. Да. Можно составить уравнение. Какое уравнение? Ну, y плюс 3 плюс 1 равна x плюс y. Ну, хорошо. Если вы это называете уравнением, хорошо. Давайте давайте. Вы абсолютно по сути правы. Если мы посмотрим на этот рисунок, то видим, что вот этот вот отрезок y минус 1. разумеется, вычитая из y плюс 3 и y минус 1, мы получаем число 4. следующая задача сложнее, потому что там картинка гораздо сложнее рисуется. Давайте. Представьте себе, что у нас есть в левом нижнем углу большой квадрат, дальше вот здесь квадрат поменьше. Да, вы опять, конечно, скажете, что у меня недостаточно ровная линия, а главное, что размеры не вполне совпадают. Я отвечу только единственное, что в миде нарисовано все точно. Поэтому, пожалуйста, смотрите книжку. Видите, я действительно немножко потому что это квадрат должен быть и это должен быть квадрат вот но перерисовывать извините не буду потому что схема нарисован правильно есть самый маленький квадратик вот здесь и есть квадрат побольше между прочим если вы оставите только вот эти вот квадраты то получится в точности вот это вот картинка смотрите эти шесть квадратов правда здесь вот этот квадрат по размерам больше чем здесь наоборот но это не принципиально поэтому если мы сторону вот этого маленького квадратика обозначим буквы а то у этого будет 4а сторона квадрата будет 4а а теперь задача нарисуйте прямоугольник шириной 33 клетки и высотой 32 который можно разрезать на квадраты так как показано на рисунке то есть надо узнать чему же равна величина а и размеры других квадратов тоже у меня к вам такое предложение давайте сторону вот этого квадрата обозначим буквы x тогда совершенно ясно что вот этот вот отрезок будет x минус а а дальше пожалуйста самостоятельно вычислите длины всех сторон квадратов я обозначение вел вы должны через а и x выразить длинные сторон всех квадратов в новостях слушаю правительство но это конечно предупреждена инициатива вряд ли не рассчитывается но тем не менее обсуждают вопрос о том чтобы найти сто тысячи лучших студентов и послать их в зарубежные университеты они там научатся приобретут высочайшую квалификацию и западным опытом приедут сюда модернизация сколково жвачка смотки а а вот 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 а дальше а дальше ребятки а вот это страшная штука а вот дальше сразу начинается а вот если их там научат то захотят ли они возвращаться а вот давайте дальше идут проекты а давайте мы сделаем чтобы на них на каждого было в десять раз больше написано сумма что они должны родине необъятную сумму а давайте мы в заложники возьмем их семьи если они не возвратятся то и мы их семьям накостыляем вот а давайте мы будем следить за тем как они там учатся чтобы они там налево не ходили там с местными девушками не знакомились понятно то есть смотрите показала здравая идея кому-то кажется замечательная нужна нет вообще учиться полезно и вообще когда ты закончишь школу и плохо обнаружишь что ну я не желаю этого этой судьбы но тем не менее представь себе не сдашь экзамен такое бывает в жизни что какой-то экзамен не сдал да нет еще раз я меньше всего любому из вас этого желаю но вдруг да замечательно и вдруг выяснится что так сказать жизнь совсем грустна то безусловно тебе будет приятно взять куда-то уехать где-то в университете поучиться нет когда ты да и так все следят мой ребенок за моей жизнью следит жена следит и вы следите значит за любым человеком кто-то следит вопрос как следить вопрос а с какими с какими целями я все понимаю я все понимаю ребят важнее другое важнее другое Я эти две вещи в сознании с вами связал, и вдруг до меня дошло, что это абсолютно внятная история о том, почему при всех своих огромных нефтяных богатствах, при всем том, что у нас на самом деле много очень даже не глупых ребят. На самом деле, вы здесь вот пришли, да, ну, я, конечно, поругался на то, что они там ручку не поделили, но это же все не самое главное. Ребята, на самом деле, хорошие, они когда-нибудь научатся свою ручку делать, вот. Понимаете, ребята, при всем этом мы чудовищным образом отстаем от западных. И отстаем в чем? Так вот, на этой истории видно в чем. Видно, что на самом деле нам нужно, нашей стране, для того, чтобы из позиции вечно догоняющего, из позиции, когда, ах, он увидел западные штаны, все, да? Все, человек просто вот, так сказать, тает. Ах, его пустили посмотреть на Кембридж, значит, он там останется навсегда и в Москву никогда не вернется. Так вот, чтобы из таких людей превратиться в людей из достоинства, на самом деле не хватает одной штуки. Я вдруг вспомнил одну историю про то, как были устроены университеты в Германии. Примерно сто лет назад Германия была абсолютным лидером в производстве, в технике. Между прочим, и сейчас, если вам нужно купить посудомоечную машину или автомобиль, то полезно покупать немецкое или итальянское. Немецкая и итальянская техника, итальянская, потому что она практически такая немецкая, они просто очень сотрудничали много, вот, просто потому что там уровень инженерной мысли действительно фантастически высокий. Так вот, смотрите, да, кстати, у меня еще в жизни была такая история, примерно в 80-й год, где-то там был школьником, меня послали на экскурсию, не послали, а в школу повезли на экскурсию, на станкостроительный завод. Идем по заводу, посмотрели налево, посмотрели направо, тут стоит один станок, тут стоит другой станок, нам рассказывают, вот какие-то замечательные станки, на них делают такую и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг мы заметили, что какие-то они, какие-то черные, чугунные, вот, и на них тут по нему-то и написано. Мы спрашиваем, а почему? Понимание, какой год? 1880 год. Как, почему? Это же немецкие станки. Они были вывезены в Советский Союз по трофеям из Германии. Понимание, в каком году они были вывезены? В 1945 году. До этого наверняка они еще лет 10, а может 20 проработали в Германии. То есть, это немецкий станок, извините, 1920 какого-то года выпуска. Доработал до 1980-го. И я тогда, будучи ребенком, задал вопрос к курсоводу. Скажите, а почему? Получается, больше 60 лет этому станку, или 60 примерно, да? А почему бы его не заменить? Сейчас же, наверное, есть какие-то... А нет, такой точности наша техника не обеспечивает. Понятно, да? То есть, немецкий станок, более чем 50-летней давности, при всей своей работает и работает точнее. Эта история мне запомнилась. Очень хорошо запомнилась. Я не знаю, что сейчас. Я не знаю, сейчас эти станки работают или нет. То есть, люди в 80-м году не могли... Русские не могли... Наши инженеры не могли повторить, да? То, что придумала, было всего лишь... Давно-давно. Да-да-да. Не могли. Это разные инженерные школы. Да. Это принципиально разные инженерные школы. Вот. А теперь вопрос. Почему так? Из-за чего? Потому что умные люди переведут. Не прав. Не прав. Легче было сделать. Нужно просто было его разобрать, посмотреть и сделать курсоводу. Посмотреть. Это проблема общей культуры. Да. Ну, с ней нет. Нет. Я вам отвечу. Думай не хотят. Я вам отвечу. Я вам отвечу. Я что-то знаю. Вот видно. Причем, еще раз, ребята, проблема не в том, что там, как нация, мы какие-то там... Вот. Проблема в привычках. Проблема в том, как устроена общественная жизнь. Каждый из нас может стараться очень много. Каждый из нас может, так сказать, быть самым замечательным человеком. И, поверьте, много. И у меня много замечательных людей. То есть я не пытаюсь никого конкретно. Я просто рассказываю вам историю. У нас, смотрите, что делает правительство. Хочет выделить денег на 100 тысяч студентов, чтобы они съездили на один год и поучились на завод. Так? Да. Так. Ну, понятно, что денег может не хватить. Может быть, студентов будет не 100 тысяч, а 10 тысяч. А может быть, если экономический приз, то и тысячи. И так далее, и так далее. То есть вопрос, сколько денег смогут на это отдать. А теперь рассказываю, как больше, чем 100 лет назад было устроено университетское образование в Германии. Значит, там были две вещи. Одна вещь такая. Полный профессор – это такой высший ранг преподавателя. То есть бывает преподаватель, доцент, профессор и полный профессор. Полный профессор должен… Нет, не в смысле полный, а в смысле, который заслужил по своим научным, педагогическим, да? Полный профессор должен был читать лекцию для понимания 300-400 студентов. То есть у них Министерство посвящения установило жесткое правило, что уж если есть специалист, и уж если он подготовил лекцию, то будьте добры, вы его послушайте. Вот если есть какой-то там выдающийся специалист, ему дали этот самый ранг полного профессора, в каждом университете было не так много этих полных профессоров. Но уж зато администрация обязана посадить ему, чтобы, знаете, всех студентов, да? Согласитесь, в институте найти 300 человек не так просто. Вот. Да, должны были сажать ему, послушать, более-менее всех, потому что человек думает, о чем читать лекцию, и, соответственно, вот. То есть все вот эти вот наши, ах, давайте индивидуальный подход, ах, и сейчас у нее головка болит, она сейчас не хочет решать эту задачу, не могли бы мы подобрать ей задачу полегче. Все это полная фигня. У тебя есть задача? Решай. Болеешь? Пожалуйста, иди в больницу, болей. Возвращаешься, решай ту же самую задачу. Было нормальное, жесткое отношение к людям. Если ты пришел заниматься, значит, занимаешься. Если профессор подготовил лекцию, значит, ее должны слушать в большом количестве. Но это не главное. И, более того, введение такого правила в нашей фигуре ничего бы не дало. А вот вторая вещь, которая была в тех немецких университетах, и, кстати, она была даже в средневековых университетах, и она начисто отсутствует в наших, хуже того, она даже в школах в наших отсутствует. Вот так, сейчас скажу. История вот такая. Было правило. Студент немецкого университета не имел права получить диплом, если все пять лет учебы провел в одном университете. Простой административный правиль. Если ты поступил, например, в университет, и ты там учишься, 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 то даже если ты там все курсы прошел, тебе диплом все равно не дают. Обязан хотя бы на какой-то срок перенестись в другой университет. Казалось бы, идиотское. Они боятся, что он просто дал взятку, поэтому не выделишь? Нет. Во-первых, вопросов взяток там, в принципе, не было. Все эти взятки появляются из-за того, что во всех остальных областях жизни взятки на взятки. Образование наименее разумная сфера для отдачи взяток. И если это и проникает, то только потому, что в остальных местах уже заражено этим. Нет, это дело не о том. История гораздо проще и гораздо важна. Значит, смотрите, к чему приводило это жесткое правило. Очень простое вещи. Что если где-то есть, представьте себе, хороший преподаватель. Студент у него учился. Он переезжает в другой город, в другой университет, скажем, на один семейство. То обязательно он об этом расскажет там. Он придет на лекцию к другому преподавателю. И обязательно не удержится молодой человеку, чтобы не сказать, «Ох ты, ну что здесь за ерунда? Вот я помню, там мне такое рассказывали». И наоборот. Если в его музе, где он начал учиться, что-то было плохо, то он в другое место приезжает и вдруг видит, что это не наука была плохая. А просто ему не повезло, и он у какого-то идиота учился. Понимаете? Нет, вообще-то преподаватели все разные. И вообще-то кто-то лучше, кто-то хуже. Это просто любой человек что-то умеет лучше, что-то умеет хуже. Это приводило к огромному обмену людьми. И это приводило к тому, что не могло быть, как у нас считается, что у нас есть настоящие университеты, а есть университеты, которые просто так диплом выписывают. В немало не было этих самых, которые просто так выписывают диплом. Потому что сейчас, когда вуз, что называется, в себе, человек может поступить, даже что-то может. Человек поступает в Московский университет, распределяется на кафедру, у него появляется научный руководитель, и он дальше общается только с этой своей кафедрой, а на самом деле только с этим своим научным руководителем. То есть, что называется, вертикаль власти, она у нас не только в политике, она и в вузах тоже, да? И это страшно удобно этим научным руководителям, проще говоря, всем преподавателям. Потому что тебя никто никогда не сравнит. Потому что твой студент, он твой по жизни. Вот тебе его дали на втором курсе, и когда он защитит кандидатскую диссертацию, он уже будет, в общем, старенький, и особо сравнивать им будет уже не с кем. И из-за этого разница улыбалась. Между прочим, в остальных областях жизни то же самое. В нашей стране все время есть желание сломать конкуренцию, все время есть желание сделать, чтобы даже в тех же метафатических школах, вот вам через некоторое время поступать в хорошие школы разные, да? В огромном количестве школ вы туда приходите и слышите. Здравствуйте! Вы поступили в лучшую школу, лучшего города, лучшей страны, лучшей планеты, лучшей звездной системы. Бросьте любое внешнее общение, бросьте читать книги, бросьте ходить на любые внешние кружки, бросьте ездить на олимпиады, мы вас всему научим. Ребята, у этого есть очень грустная. Вот результат. Вот в Москве есть такая 57-я школа, которая очень много лет собирала к себе лучших учеников. Там был залож, который абсолютно был убежден, что вот моя школа, это лучшее место на земле, у меня должны работать лучшие преподаватели, и рассказывать, что было дальше. В большинстве случаев, когда школьники туда поступали, вдруг выяснялось, что им, конечно, очень сильно растят, конечно, создают хороший класс, там, из 20-25 человек, все замечательно, только к концу школы один-два из этого класса на высоком уровне, а все остальные молча умеют. Потому что, как только тебя оградили конкуренцией, даже если тебя снабдили самыми замечательными учителями, но ты не можешь. Ты не можешь сравнивать себя с другими людьми. Вообще, ребята, добрый вам совет. Никогда в жизни не участвуйте в такого типа играх, что мы создадим свой маленький мирок и будем в нем считать, что вот мы самые лучшие, и другу будем палить. Всегда полезно интересоваться тем, что происходит во внешнем мире. Всегда полезно читать книги, всегда полезно задавать вопросы, интересоваться. Это не значит, что школа, в которой вы будете, в которой вы сейчас учите, плохая. Это просто значит, что нужно проявлять разносторонние любопытства. Не значит, что надо обязательно бегать, каждый день поменять школу. Но интересоваться тем, как устроен мир, поверьте, очень и очень полезно. Через х и а выразить длины старого. Это старого будет х плюс а. Нажимайте посильнее, да? Х плюс а, отлично. Это х плюс 2а. Это х плюс 3а. Очень хорошо. Это уже будет 7а плюс х. Правильно. Х плюс 7а. Это будет х плюс 11а. Тоже верно. А это будет 2х плюс а. Замечательно. Теперь можно сравнить вот эти три стороны и вот эти. Ну, можно сравнивать. А можно просто писать, что я 32. Посмотрите, как. Здесь складываем вот эти два адреса и пишем, что получается 32. Напишите, пожалуйста. 2х плюс, совершенно верно, 18а. Это 32. Отлично. 4х плюс 4а. Это тоже 32. Отлично. Ну, я бы определил первое уравнение на 2, а второе на 4. Давайте? Тогда станет попроще. Первое уравнение разделите, пожалуйста, на 2. обе части. х плюс 9а равняется 16. х плюс а. Это 8. Отлично. Ну, и теперь, наверное, надо вычесть из первого уравнения второе. Что надо будет? 8а равно 8. Отлично. Вот так пишите. 8а равно 8. Значит, а это сколько? А равно 8. Правильно. Ну и теперь подставьте в 2-ку уравнение х плюс а равно 8. Подставьте величину а равно 1. Чему равно х? х равен 7. Пишите. Все, спасибо. Все правильно. зная величины х и а, мы легко найдем вот эту величину. Значит, 7 плюс 7, это, конечно же, 14. 7 плюс 11, это 18. Ну и все остальные размеры легко вычисляются. 7 плюс 3, это у нас 10. Здесь, естественно, 4. Здесь 6. Так, 2х на 14 плюс а здесь 15. Ребята, пожалуйста, по клеточкам обязательно прямо сейчас в тетради нарисуйте. Я все размеры вам задал. Это займет примерно страницу. Нет, не больше. Примерно страницу. Да, да, да. Пожалуйста, нарисуйте себе эту картину. У кого совсем плохо, сказать, что бумагу, можете, конечно, не рисовать, но лучше нарисуйте. Получите удовольствие. Потому что картинка действительно красивая. Так, а вы это считали, чтобы 10.33 хватило? Надо внук с направлением, чтобы вас следить. Так, все, давайте. Все размеры я задал. Вы должны просто нарисовать. Квадрат со стороной 7, да. А это единица. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...